Добрый вечер, дорогие зрители. Позавчера мы уже сообщали о том, что в общественности все более нарастает недовольство освещением событий в СМИ. Это стало также темой статьи Евы Герман, озвученной 22 апреля на канале «Голос России». В результате почти 20-летнего сотрудничества с северногерманским радио НДР журналистка очень хорошо разобралась в его внутренней структуре и может качественно проанализировать происходящее. Я цитирую. Немецкие средства массовой информации в тупике. Так бесчисленные граждане жалуются уже месяцами на одностороннее освещение событий о России. Как результат – потеря квот зрителей, отказ об абонементах, упадок тиражей. Вспыхнула настоящая борьба. Во второй день Пасхи тысячи людей вышли пикетом на площадь Потсдаммерплац в Берлине, чтобы выразить недовольство манипуляцией и пропагандой. Сопротивление уже дает результаты. Даже редакторы со стороны СМИ находят смелость дать интервью перед камерами. Далее Ева Герман указывает на легендарное интервью НДР 16 апреля 2014 года с бывшей корреспонденткой АРД в России Габриэлей Кронышмальц. Кронышмальц должным образом мужественно дала пощечину своим бывшим коллегам государственных СМИ, что касается их опасно одностороннего и весьма спекулятивного освещения событий России. Она подчеркнула, что зрители бунтуют и имеют на это все основания, так как видят опасность новой войны, которую, вероятно, едва ли кто-то переживет. Гронышмальц жаловалась, что профессиональные средства массовой информации не соблюдают свою важную образовательную функцию и не чувствуют ответственность, но стали рупорной трубкой капитала управляемых структур власти. Уважаемые зрители, приятно заметить, что не только население борется против односторонних и манипулятивных информационных компаний, но и все больше мужественных журналистов встают и начинают борьбу за уравновешенное освещение событий. В заключении этой передачи мы хотели бы зачитать вам еще два коротких абзаца из статьи Евы Герман. Люди боятся войны и уже инстинктивно чувствуют неописуемое невежество и некомпетентность многих высокооплачиваемых представителей средств массовой информации, которые своими действиями просто разжигают войну. Зрители больше не принимают ложь, не верят российско-иранско-сирийско-ливийской травме, не верят европрославлению. В наши дни понятия антисемит, правый популист или теория заговора потеряли свой ужас, а не как изношенные старые туфли, потому что слишком часто использовали в ложном контексте. Фактом остается одно. Настоящая власть может основываться только на добровольной преданности. Именно эту преданность немецкий народ расторгает в данное время. Прежде всего, нужно обратить внимание, какая у нас ответственность перед нашими европейскими соседями, которых снова стравливают с Германией. Европа – это чудесный континент с ценными традициями и разными народами. Мы не можем снова передать себя расколу по старому принципу «разделяй и властвуй». Конец цитаты. Уважаемые зрители, нам не хотелось скрывать от вас этих мужественных слов и анализа госпожи Евы Герман. Также просим и вас, дорогие зрители, быть внимательными и присылать нам свои интересные наблюдения и анализ событий. Желаю вам доброго вечера. Желаю вам доброго вечера.